Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 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 и только четвертое — это личный транспорт. Ну, я не говорю сейчас о спецтранспорте, там понятно все, как бы, да, там. Причем ведь это не ноу-хау. Это не ноу-хау, это единственный правильный подход, но, понимаете, как бы тут ведь тоже есть неоднозначные моменты, ну, согласитесь, что будет некое негодование со стороны автолюбителей. Да, то есть если мы делаем выделенную полосу, очевидно, что у нас сужаются для обычного личного транспорта количество полос. А если еще и заедешь на выделенку, у тебя еще и штрафчик в полторы тысячи рублей. Совершенно верно. То есть и что администрация, что люди, мы должны быть к этому готовы. Вот я о чем. Вот с этим проблема, с готовностью. Совершенно верно. Уж поверьте мне, человеку, который ни одну систему в этом городе и за пределами Кировской области внедрил масштабную, имеется в виду, там, безналичную оплату, школьное питание. А к которому чуть позже мы перейдем. Контроль транспорта, умные остановки. Всегда есть люди, которые будут с чем-то не согласны. На самом деле, это их право. Наша задача доказывать свою точку зрения и убеждать людей. Кому вроде бы мешают умные остановки, но тем не менее есть люди, которые говорят, что они не нужны. Зачем? Есть смартфон, там все можно посмотреть. Но я не согласен с таким подходом. А как же пожилые люди, которые плохо или не умеют в принципе пользоваться этими всеми гаджетами. Ну, в принципе, уже Александр Аркадьевич обозначил точечно то мы будем сегодня во втором части Дневного разворота обсуждать. У меня еще один вопрос все-таки про выделенные полосы. Реально оценить пассажиропоток, например, на отдельно взятом Октябрьском проспекте, как много ездит, например, на автобусах и как много ездит на личном транспорте, чтобы понять, где все-таки у нас больше народу. А, именно о людях ты говоришь? Да, 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 о людях, конечно. Общественным транспортом или личным? Ну, конечно, реально. Это все данные у нас есть, причем уже годами накоплена статистика о передвижении граждан. Ведь мы фиксируем с помощью карты и, в принципе, там даже и на личные транзакции учиться. То есть мы пассажиропоток от и до знаем по всему городу в целом. В том числе за основу мы этими данными и пользуемся в нашей работе над транспортной стратегией для города. И пассажиропоток на общественном и на личном транспорте. С личным транспортом, честно скажу, сложнее. Почему? Потому что... Трудно зафиксировать. Трудно зафиксировать, но на самом деле методика есть. Либо вручную, допустим, на перекрестках считать в определенные часы количество машин. Но на самом деле, если помните, у нас система фото-видео фиксации нарушений есть на перекрестках. Там еще как бы присутствуют специальные инфракрасные датчики, которые, в принципе, вот это считают. Мы сейчас потихонечку-потихонечку эту систему как бы заново немножечко переделываем. Как раз вот для этих целей. То есть там другое программное обеспечение нужно? Ну да. Совершенствовать его нужно? Немножко нужно усовершенствовать. То есть мы сможем в автоматическом режиме по 10 перекресткам фиксировать количество проезжающих машин там в единицу времени, в любую там. То есть это такое направление работы уже есть и в перспективе будет развиваться. Но это вспомогательная вещь как раз вот для того, чтобы получить актуальную информацию. Для аналитики, так сказать. Совершенно верно. Хорошо. Давайте все-таки сделаем паузу. Плавно подошли к перерыву. Отсечку такую сделаем и все-таки перейдем к нашей основной теме. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Александр Рыболовлев, директор Центральной десертической службы. У нас сегодня в студии. И мы будем говорить сейчас на тему, которая обсуждается последние два месяца. Юля, напомни вкратце, о чем суть. Тема наша звучит так. Сегодня прокуратура оспаривает взимание комиссии при оплате школьных обедов транспортной картой. История это о том, что с февраля месяца за оплату питания в школах транспортной картой взимается комиссия 4%. Зам прокурора Первомайского района города Кирова Михаил Шулятьев в ответ на обращение одного из кировчан сообщил, что введение доплаты за пользование услугами при организации школьного питания противоречит закону о защите прав потребителей. И сейчас прокуратура Кирова отправила иск в Ленинский городской суд. Сегодня, собственно, мы как раз обсудим, откуда взялись эти 4%. Почему именно столько? На что пойдут эти деньги? Да, мы, кстати, нормально сформулировали сям о том, что прокуратура оспаривает. Совершенно верно. Я знаю, что вы очень возмущены. Некоторые СМИ сообщили, что прокуратура признала незаконным. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну просто, понимаете, согласитесь, есть разница, признала незаконным или оспаривает. Ведь прокуратура это надзорный орган, который имеет свою позицию. Он подает все материалы дела в ходе какой-то следственной проверки в суд, и суд принимает решение. Это нормальный, абсолютно цивилизованный процесс. Поэтому, когда смотрю некоторые СМИ, ну это по меньшей мере неграмотно. Это неправильно так. Но так или иначе, мы сегодня будем напоминать... Законным либо незаконным все это признают в суде. Совершенно верно. Уже судебное заседание было? Да, третьего числа было первое слушание, но оно было переселено в связи с тем, что юрист, который будет представлять наши интересы в суде, был занят в другом процессе, поэтому не мог физически присутствовать. Мы подали ходатайство о переносе слушания дела. Ну нам придется все-таки напомнить основные параметры вот этой системы, заработавшей с первого февраля, а потом вернемся уже к чему, собственно, претензии-то сейчас предъявляются. Ну, смотря у кого и чьи претензии. Если так и немножечко вводную расскажу... Ну давайте, с первого февраля у людей появился выбор. Совершенно верно. Появился выбор. Докон и был. Всегда люди сами принимают решение пользоваться нашими услугами или не пользоваться. Мы не ограничиваем людей и не заставляем их платить с помощью карты. Пожалуйста, они могут оплатить с помощью наличных. Как бы тут никаких... Вот это очень важный фактор, то есть у нас нет никакого ограничения. Это добровольная услуга. Хочешь, пользуешься, хочешь, нет. Ведь если обратиться в тринадцатый год, ну представьте, как бы мы школы города оснастили современными контрольно-кассовым оборудованием, сенсорными экранами. Это очень удобно. Мы же сделали какие-то финансовые инвестиции и немалые. Приобрели программные... Столовые мы имеем в виду, да? Да, имеется в виду столовые, да. И процесс обслуживания детей в школьных столовых ускорился, потому что все коммерческие столовые по подобной системе работают. И сократилось количество задержек во времени, например, при сдаче, да, чтобы все равно как бы это такой процесс его не убрать. Все гораздо быстрее. Ведь это большая на самом деле задача и очень сложно в короткий промежуток времени накормить большое количество детей. Это один момент. Второй момент. Сделали локальные сети во всех школах, поставили информационную систему единую. То есть мы можем, допустим, загружать меню в школьное автоматизированном режиме, собираем статистику, что дети любят есть, что лучше, вернее, продается, что хуже. Формируем все различные отчеты для администрации, для всех, как говорится, заинтересованных структур. Ведь дело в том, что, например, нас ругают, что мы там, не знаю, конкретно фраза запомнилась, кровопийцы. Но подождите, например, я могу сказать, что дети из малоимущих семей всегда мы оказывали услуги на бесплатной основе, даже тогда и сейчас. Мыслей даже не было. То есть такие дети, они не попали под новые правила? У них все бесплатно. если у них есть официальный, грубо говоря, документ, статус так грубовато, и школа подала эти списки, то есть они абсолютно бесплатно пользуются нашими услугами. Александр Аркадьевич, правильно ли я понимаю, что до 1 февраля это было без комиссии для всех? Совершенно верно. А кто тогда платил за всю эту историю? Ну, у нас определенные были финансовые взаимоотношения между банками, комбинатом питания и, в принципе, школой. Да, как бы вот те составляющие, так или иначе, которые были причастны к этой системе. Ну, так случилось, что дальше уже было невозможно содержать эту систему на старых условиях. И у нас был выбор либо отключить все, либо вынести внешнюю комиссию. А старые-то условия, что это за условия? Ну, где... Кто кому, что платил? Комбинат питания оплачивал наши услуги. Давайте со стороны потребителей. Вот транспортная карта есть, да? Ей можно не только расплатиться во общественном транспорте, но еще можно школьнику еще и оплатить свой обед, школьный столовый. И зайти в школу через систему турникетов. Вот. Как система-то существовала без дополнительной комиссии? Без комиссии, да. Соответственно, комбинат питания оплачивал эти услуги за свой счет. Ну, по большому счету, да. Но если так случилось, что учреждение уже не может оплачивать. Ну, да. В том числе, почему? Ведь услуга, прежде всего, с одной стороны предоставляется людям. Логично, что они ее и должны оплачивать. Ведь это общая российская практика. В России не было аналогов, чтобы подобная система была бесплатна для родителей, школьников. Всегда и везде вводились проценты, фиксированные какие-то обонплаты и так далее, и так далее. Город Киров три года был уникален в России. Мы, можно сказать, единственными были. Совершенно верно. Единственной стране. Я подчеркиваю, что мы единственные в стране, кто за расплату по карте не взимал комиссию. Совершенно верно. Со школьниками, с родителями. Родителей тоже можно понять в том плане, что вот вчера было бесплатно, а сегодня за деньги и причем без объявления войны. отношусь в том числе для этого я и пришел, чтобы рассказать, объяснить наши действия. Мы ведь не говорим, что, допустим, это навсегда. Конечно же, мы планируем снижать какие-то преимущества, предлагать для родителей. В том числе, не исключается и вариант, что, возможно, когда-нибудь снова оно будет бесплатным, но не все от нас зависит. Понимаете, не все от нас зависит. Так, хорошо, у комбината питания деньги кончились на оплату, ну, вот именно вот этих услуг ваших. И, соответственно, как определился размер комиссии после этого? Вот что произошло? Вы это говорили, да, но повторите. Ну, вот вышло это все в 4%. Ну, что нужно было, наверное, принести мне таблицы себестоимость услуги, затраты ее содержания и так далее. Много-много всего. Ведь все считывающие устройства бывают, выходят из строя, то есть там кассовая техника, также бывают поломки, да, все это в оперативном режиме устраняется. Не обязательно поломки, нужно профилактикой заниматься. И профилактика, и интернет, в том числе каналы оплачиваются, да, как бы, то есть тут система многозвенна, многозвенна, плюс комиссия банка оплачивается, в том числе из этих процентов. Банк здесь потому что счет открыт, да? Нет, счет открыт, конечно же, да, но мы же оплачиваем из своих процентов еще услуги банка при пополнении, ведь как пополняется карточка по школьному питанию, да, родители по номеру карты кладут деньги. Либо через Сбербанк, либо через Хвиновбанк. Банк, соответственно, берет комиссию за эту услугу. Там сколько комиссий? Ну, порядка процента. Одного процента? Да. То есть родитель пытается сто рублей положить, зачисляется девяносто девять, так? Примерно так, да. Это, понимаете, как бы... Это коммерческий подход. Совершенно верно, да, как бы. И почему я и подчеркиваю, что наша задача сделать такой продукт, который бы пользовался спросом, и люди бы готовы были за него платить. Конечно же, мы хотим его сделать дешевле, в идеале бесплатно. Я в том числе придерживаюсь этих принципов. Я еще раз повторяю, что изначально, когда мы запускали систему, в том числе и мы настаивали на том, что давайте сделаем социальную составляющую в приоритет, сделаем данную услугу бесплатной для населения. Но условия поменялись, все меняется в этой жизни. И когда ставился вопрос, либо по-прежнему оставлять бесплатным, тогда мы просто закроем этот проект и люди, которые каждый день... Закроем проект в принципе транспортную карту? Нет, только по школьному питанию. Исключите питание из услуги. Естественно, естественно. Люди, которые... Большинство таких людей пользуются этой услугой. А давайте про людей это сколько? Ну, порядка... Сколько до новшества было? Ну, порядка 40 тысяч. Примерно 20-25 процентов после введения как бы платы за данную услугу как бы перестали. Ага, 40 тысяч ребят оплачивали проезд с транспортной платой, картой, простите, оплачивали обед свой школьный. Питание в столовой. И вот с 1 февраля у вас пошло снижение на 20-25 процентов. Совершенно верно. Понимаете, вы должны понимать, что ведь это удобно. Я даже сам, как родитель, рассуждаю. Ну, я ребенку даю деньги в руки, да, допустим. Не факт, что он их вообще до школы донесет и покушает. А не дай бог, там, на какие-нибудь спайсы или там сигареты или просто даже старшеклассники отоберут. Ну, все это есть. Мы все с вами учились в школе. Все это есть. Мы даем родителям инструмент контроля за их ребенком, приучение своего ребенка к финансовой грамотности. А родители могут все это дело контролировать в личном кабинете, что ребенок кушал, в какое время он кушал, кушал ли в принципе, в какое время он зашел в школу, вышел, где он ездил. То есть речь идет о том, что деньги с этой карты ты кроме как на проезд, на питание, на питание, на потратить никуда не можешь. Совершенно верно. В настоящее время с помощью транспортной карты школьникам нашим можно приобрести билет в кинотеатр смена со скидкой 10%. Мы стараемся вот эти, где это возможно. Перечень дополнительных услуг, да? То есть если ребенок покупает билет за наличку, это одно. Если он с помощью транспортной карты покупает билет в кинотеатр, 10% у него будут скидки. Кстати, вы об этом говорили, когда анонсировали нововведение с 1 февраля. Кстати, насколько у вас требована покупка билетов в кинотеатр? На самом деле пока не очень сильно. Почему? Потому что мы сильно и не рекламируем. Это мы сейчас готовим этот комплекс услуг. То есть это целенаправленно к родителям и школьникам не шли и рассказать, что вот у вас есть возможность. Дополнительный бонус такой приятный. Совершенно верно. Как я и обещал, мы работаем над тем, чтобы рассматриваем возможности снижения, введения кэшбэка и еще каких-то моментов. Но понимаете, у нас нет, мы должны хладнокровно рассуждать и понимаем, какую ответственность мы несем. Но представьте, хорошо, завтра, как вот некоторые, да лучше закрыть систему. Я вообще не понимаю таких требований. Ну, не хочешь, не пользуйся. Да, 25% отток пользователей. Ну, подождите, 40 тысяч, 25% остальные это люди пользуются. Ну, подождите, каждый четвертый, каждый пятый. А почему тогда нужно ее закрывать? Ну, правильно ведь? Почему? Не пользуйся, она никому не мешает. Понимаете, как бы, а в случае, когда вот были такие моменты, когда разыскивали детей, ну, к нам обращаются за информацией. Заходил ли, да? Совершенно верно. А проект некоторые граждане призывают закрыть. Ну, это, понимаете, это эмоции. Я понимаю это. Я прекрасно это понимаю. Мы работаем над тем, чтобы сделать дешевле. Или как-то, хотя бы снизить там или какие-то преимущества новые там принести. В том числе, не знаю, там вот есть несколько интересных идей, но не получается быстро-то, к сожалению, все это сделать. Понимаете, мы идем первыми. А когда идешь первым, не у кого посоветоваться толком-то, по большому-то счету. Также правовую сторону, нормативно правовую практику смотрим. Смотрим, успевает и техническое решение под это все дело. Расскажите, пожалуйста, суть, собственно, претензий прокуратуры. И как это все произошло-то? К чему сейчас? Ну, я к этому абсолютно спокойно отношусь. Вы нарушаете права потребителей? Понимаете, как бы, если прокуратура считает, что есть нарушение, да, будем встречаться в суде, выяснять, как говорится, кто прав, а кто виноват. Если будет решение суда, я уверяю вас, мы его исполним в полном объеме. Для нас очень важно, как бы, что любые люди понимали, что мы на самом деле работаем для них. Не для себя мы работаем. А в чем именно состоит вот это самое нарушение прав потребителей по мнению прокуратуры? Я не считаю, что мы в одностороннем порядке расторгли договор. Договор? Какой? Ну, в одностороннем порядке вы просите эту комиссию. ну, понимаете, я бы не хотел сейчас вступать вот в эту юридическую полемику. На самом деле, она бессмысленна. Почему? Потому что, ну, мы с вами все не юристы и наши... Нет, подождите, у нас умная аудитория. Я согласен, вот это тоже не дурачки. Давайте разберемся. Там все-таки договор или публичная аферта? Аферта. Аферта. Ага. То есть, получая карточку, да, там все прописано. Совершенно верно. Вот в этой аферте. Да. Когда состоится суд, соответственно? На 25-й число. 25-е число. Давайте представим, если все-таки... Ну, нельзя, конечно, уже говорить об этом. Я просто пытаюсь и тот, и другой вариант, и положительный, и отрицательный для вас просчитать. То есть, если комиссия 4% останется, в принципе, все понятно, да, живем дальше так, как жили. Хорошо, я, наверное, озвучу то, что вы хотите сказать. Ну, хорошо, будет признано, что 4% незаконный, и что нам нужно бесплатно работать. Как мы будем содержать систему без денег? Вот, собственно, об этом Володе исправит. Я понимаю. Все, закрываем это направление. Придется закрывать его. а нет, хорошо, где мне найти другие источники финансирования? Вы же об этом недавно сказали, что мы не можем иначе. Ну, так, а что я неправду сказал? Просто мы делаем логичный вывод. Вот и все. Нам сейчас нужно с вами прерваться на небольшой перерыв. Сейчас небольшая рекламная пауза, и через пару минут мы вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. У нас остается чуть более 10 минут для разговора с Александром Рыболовлевым, директором Центральной диспетчерской службы. Юль, ты хотела еще уточнить, насколько накладен этот процент. Да, насколько накладен процент. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня взимание комиссии при оплате школьных обедов по транспортной карте. Вот мы все говорим 4%, 4%. Сколько это в деньгах в месяц на одного школьника? Подавляющее. Большинство по статистике это где-то 40 рублей в месяц. То есть плюсом 40 рублей в месяц. Вот из-за чего весь сырбор, да? Ну, где-то грубо говорить. Где-то побольше. Грубо. Во-первых, совершенно верно. Граждане, которые малоимущие, бесплатно пользуются услугой, но и немало людей, для которых это действительно деньги. Вот вы должны понимать, не совсем правильно так вот с сырбором. Я прекрасно понимаю, что для кого-то это серьезная сумма. Серьезная сумма. Мы думаем, мы работаем. В год 480 рублей. Совершенно верно. Мы думаем, работаем, стараемся. Но не просто это. Хотя нет, учебный год он же поменьше, чем календарный. Поэтому. Ну, тут, наверное, уже как-то уже не стоит загадывать. 25 апреля. 25 апреля, собственно. В перспективе это не единственное будет. Единственное все-таки. Единственное. Насколько затянется эта процедура, мы уже не знаем. Внимание, нельзя же загадывать. Судебное заседание, это процесс такой неоднозначный. Может быстрый, может долгий. Может быть, какой-то мировоз соглашение. Все что угодно, возможно. Сейчас как раз таки с юридической стороны идет проработка этих вопросов. Совершенно верно. Я предлагаю все-таки еще вернуться к тому, с чего мы начинали транспорту, потому что Александр Рыболов активно присутствует в информационном пространстве и о новшествах сообщает регулярно. Вот, например, совсем недавно было заявлено о том, что у нас должно появиться в апреле мобильное приложение. Мобильное приложение, которое, по сути, у которого, по сути, тот же функционал, что и у мобильной версии сайта. Совершенно верно. Только функционал будет шире. А, шире. Расскажите поподробнее. Мобильные приложения. Ну, это общая мировая практика. Знаете, как реклама даже у одного из сотовых операторов идет. Все рано или поздно становится мобильным приложением. Совершенно верно. Почему? Потому что это действительно будет удобнее, оно будет быстрее работать. Мы сможем более насытить его дополнительными, полезными функциями. В том числе, не устою повторять, что сейчас ребята с красивого города прорабатывают Красивый Киров, да, извиняюсь, прорабатывают варианты городской навигации. В принципе, я им предложил давайте совместно работать. Так, поясните. Ну, грубо говоря, то есть даже пользователь, который не обязательно хочет какую-то информацию получить о транспорте с помощью этого приложения, сможет получать информацию о навигации в городе в качестве пешехода. То есть тоже забивает где он находится. Совершенно верно. Конечный маршрут и пошел. Да. Слушайте, а зачем этот функционал в приложении, если у нас есть там Google Maps to GIS? Очень хороший вопрос. Ну, вы пользовались когда-нибудь этими приложениями? Да. Ну, там много лишнего и ненужного. Мы хотим сделать лучше. Допустим, у меня задача четкая стоит. Допустим, вот мы должны сделать наше приложение лучше, чем Яндекс. Это очень амбициозная задача. Ну, нет, на самом деле ничего сложного нет. А кто, кстати, делает приложение? Наши ребята? Наши? Ваши специалисты? Совокупная работа на самом деле идет. Кто-то на удаленке, да? в том числе и фриленсеры. Например, Кстати, надо уточнить, что пока для Android операционной системы выполняется. пока для Android, потому что программисты на iOS дорожествуют. Совершенно верно. Планируем в нем, я думаю, что эта функция будет пользоваться успехом. Интерактивная подача жалоб или каких-то нарушений, связанных с работой общественного транспорта. А возможность отправки, кстати, фото, видео. Да, в том числе и аудио. Есть, да? То есть будет? Просто я вспомнил недавний случай, водительница у нас чем-то таким далеко не рулением занималась, с гаджетом активно общалась. В том числе и этот весь функционал закладывается в возможности приложения. То есть можно будет, если что-то не нравится в действиях водителя или кондуктора, можно будет отправить. Очень оперативно пожаловаться. Совершенно верно. Совершенно верно. Какой еще полезный функционал? Ну, я думаю, плеер сделает. Нет, ну, это уже ни к чему, это лишнее. Телевизор. Нет, ну, все-таки не должно быть излишерств каких-то, должно быть качественный сервис достойный, да, как бы, и удобный. То есть мы готовы принимать какие-то предложения, заявки от жителей города на предмет расширения вот этого функционала и так далее. В какие сроки, какие числа апреля уже должны появиться? Я думаю, через неделю. Мы просто сейчас, у нас сформирована фокус-группа из 10 человек, мы его активно тестируем, то есть там уже такие шероховатости и подтираем немножечко. То есть в известном магазине можно будет бесплатно скачать эту штуку. Совершенно верно. Что вводить-то? Подчеркиваю, бесплатно. Бесплатно. Что вводить-то в поисковике нужно будет? Да, название приложения. Пока держим в секрете название. Есть определенные споры у меня с маркетингом, но пока рано. У нас есть звонок. Давайте примем алло. Алло, вы в эфире, добрый день. Мы слушаем вас. Так, если вы хотите вопрос задать или мнение высказать, пожалуйста, еще раз наберите 211-101. Вот так вот у нас не получается со связью. Через неделю, хорошо, будем ждать мобильное приложение. Хотя, повторюсь, мне нисколько, вот лично мне не составляет труда зайти на мобильную версию сайта CDS и быстренько посмотреть. А почему все-таки решили разрабатывать именно приложение? Ну, это общий мировой тренд, и плюс вы даже не представляете, сколько к нам выходило предложений и прямо гневных жалоб, до каких пор мы будем пользоваться этой усеченной версией сайта, дайте нам приложение. То есть, в том числе, как бы мы реагируем на просьбы жителей города. Хорошо. Умные остановки тоже тема такая. А вот еще все-таки у нас есть звонок, сейчас мы попробуем вывести его в эфир. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Да, как вас зовут? Евгений. Евгений, мало времени, задавайте вопрос. Я быстро, вот, револолю вопрос. Вот, когда он начинал сама всю эту систему с транспортной картой, на что он существовал, когда не было 4%, вот этих, так называемых. И второй вопрос. Вот, проездная транспортная карта, почему он не снимает тогда и за каждую поездку в автобусе 4%, почему ему нет? Где логика? Ага, поняли. Александр Сокович, спасибо. На самом деле, ответы простые, если бы Евгений нас внимательно слушал, он бы сам на эти ответы ответил. Да, комбинат питания оплачивал услуги, по транспорту оплачивают услуги перевозчики. А когда мы все это дело начинали, ну, брали кредит в банке. Вот и все. Короткий ответ. Все понятно? Или что-то непонятно еще? Ну, может быть, нас не слышал Евгений, да, по поводу того... Почему комиссия не взимается при оплате транспортной карты? Ну, я объясню, оплачивают перевозчики. А услуги по оплате питания в школьных столовых раньше оплачивал комбинат питания, деньги у которого кончились. Ну, так нельзя говорить, знаешь, деньги кончились. Кончились, деньги кончились на оплату этих услуг. Хорошо. Знаете, у нас бывает такая ситуация, когда под конец нашего разговора начинаются активно поступать звонки. Ну, давай примем еще один звонок. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Вопрос Александру по поводу 4% за питание. Ну, я, как отец, в принципе, не против этих процентов. У меня большие претензии к качеству питания в школьных столовых. Будут ли каким-то образом в этом направлении вот системы развиваться? Совершенно верно, Алексей. Смотрите, коли мы взимаем деньги непосредственно уже с пользователей, соответственно, мы будем очень внимательно ориентироваться на просьбы пользователей. Я обещаю, Алексей, что мы в ближайшее время запустим систему оценки качества кормления в школьных столовых. Ну, хотя бы в нескольких словах. Что это будет? Система оценки. Какие параметры там будут присутствовать? В форме это сайта какого-то, не знаю, группы какой-то в интернете? Нет, 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 нет. Это личный кабинет, где родители получают всю необходимую информацию и, соответственно, смогут оценивать качество. Ну, естественно, наверное, по ответу от своего ребенка, как бы, да. Почему? Потому что там же в личном кабинете вся информация. Какое блюдо покупал ребенок, там, сколько и так далее. Логичнее всего именно там эту информацию размещать и о качестве. Ну, скорее всего, оценка бобальная. Анкетирование такое. Либо бобальная система. Но анкетирование это долго. Нужно что-то простое и эффективное. То есть, скорее всего, это была система баллов. Даже банально можно там пятибалльную систему ввести. И отдельно может быть какие-то там уже когда если у кого-то такой накопилось большой негатив, то есть в части вот жалобы, чтобы формировать. Ну, мы правильно понимаем, что тут речь идет о таких бытовых всех всем понятных вещах. То есть свежее ли блюдо было, да, ребенку предоставлено, либо оно какое-то там вот уже покрылось чем-то. Горячее ли они были, либо холодное. Любой родитель видит там, болит у ребенка живот или не болит. То есть вот эти понятные территории. Естественно, только единственная поправка. Тут как бы у меня большие сомнения в части объективности. Все-таки дети, они немножко, если еще младшего возраста, не слишком поважают руку на сердце, иногда могут где-то и... Нет, ну слушайте, если вот у меня ребенок, например, не спит всю ночь и говорит, что у него болит живот, я понимаю, что, наверное, что-то он съел в садике все-таки не то. Ну, нельзя так однозначно. Я же не врач. Что я вам на это скажу? Ну, а, кстати, вы совместно с кем будете разрабатывать эту систему-то от оценок, чтобы она была максимально объективной? Ну, совместно, во-первых, с самим комбинатом питания, потому что есть определенные методики, в том числе еще с советских времен введенные. Ну, я думаю, что изучаем сейчас мы вот опыт по другим городам подобных систем. Достаточно разнообразные есть системы. А жалобы так вам поступают на качество питания? Ну, в том числе жалобы, да, бывают. Но, понимаете, это вне наших полномочий рассматривать эти жалобы. Если поступают, мы их по назначению переадресовываем. Так, здесь какие ставятся сроки все-таки проведения оценки качества питания в школьных столовых? Ну, до конца учебного года-то хотя бы? Или уже следующий учебный год? ближайшее время будет в личных кабинетах запущена система оценки контроля качества. Я думаю, это вопрос нескольких недель. Нескольких недель. О результатах, я думаю, мы, безусловно, поговорим в следующих наших передачах. Одна минута. Про электронные умные остановки еще хочу спросить. Тут разная информация в СМИ тоже появляется, что кому-то они нужны, кому-то они не нужны. На сайте ЦДС есть голосование специальное. Можете, кстати, зайти, где, на ваш взгляд, должна появиться очередная умная остановка. давайте, минутка об этих планах по умным остановкам. В этом году мы планируем порядка 10 остановок еще установить в городе. Сейчас ведутся опросы у населения, где, в первую очередь, по мнению жителей, необходимо ставить подобное табло информационное. Но одновременно могу сказать, что да, мы внимательно следим за опросом, но тем не менее, по согласованию с администрацией, будем ставить в первую очередь там, где наибольшее количество пассажиры потоком проходит. То есть, я не исключаю, что сильно активные граждане где-нибудь там на окраине города, где два маршрута всего лишь через остановку проходят, но вот им так хочется, чтобы у нас было, ну давайте будем как-то рационально мыслить. В первую очередь, мы работаем для того, чтобы удовлетворить потребности большинства жителей города. Самые проходимые, самые массовые места, совершенно верно. Социальные объекты какие-то рядом, учреждения, с массовым нахождением людей. Вот такие. Нам пора закругляться. Будем прощаться. Программа «Особое мнение». Напомню, у нас начнется через 20 минут. Мы же, Юлия Афанасьева, Владимир Сметалин прощаемся. Александр Выболовлев, директор центральной диспетчерской службы. До свидания. Спасибо большое. До свидания.